На этом уроке мы с вами еще раз уделим внимание межзубным буквам арабского алфавита. Итак, давайте для начала вспомним, сколько в алфавите межзубных букв. Верно, их три. Скажите, что это за буквы? Правильно, это буквы сэ, вэль и ла. Произнесем их еще раз. Сэ, вэль, ла. Давайте вспомним некоторые характеристики этих букв. Какие из них звонкие, а какие глухие? Мы уже говорили о том, что буква сэ, глухая буква. Послушайте. Сэ, сэ. Тогда как оставшиеся две буквы, обе звонкие. Зэль, ла. Еще одна характеристика, о которой мы можем поговорить, это мягкость и твердость этих букв. Итак, буквы сэ и зэль мягкие, а буква ла относится к твердым буквам. Запомните, это очень важно правильно произносить эти буквы. Некоторые учащиеся совершают очень грубые ошибки в произношении межзубных букв, искажая их звук. Я хочу еще раз предостеречь вас от них. Первая и самая большая ошибка, это добавление свиста в эти буквы. Их произносят так. Сэ, зэль, зо. Помните, эти буквы не свистящие, а межзубные, что означает, что кончик вашего языка при их произнесении должен прикасаться к кончикам верхних передних зубов. Вторая ошибка, это чрезмерное высовывание языка. Это искажает звук, а также выглядит не очень эстетично. Посмотрите. Правильно, это выглядит вот так. Третья распространенная ошибка, это когда путают буквы зэль и ла. Ведь они очень похожи в произношении. Запомните, что буква зэль мягкая, произносится мягко. Зэль, а буква ла твердая. Ла. Остановимся пока на упоминании этих трех ошибок. В дальнейшем мы еще не раз вернемся к этому вопросу.